Приветствую вас, Мононим. Знаете, вот вы говорите, что вам сложно общаться с мужчиной, да? Вы говорите, что в одном месте вы пишите, что переживаете за его присутствия в вашей жизни, да? Да, привозитесь. В другое место вы пишите, что получите ответ, как с этим страхом бороться. Но, понимаете, во-первых, со страхом бороться не надо, потому что страх, он как бы защищает. Защищает от чего-то, да? И не нужно бороться, его нужно раскрыть. Понятно, чем именно вы видите угрозу, вот. И болезнь, я уже с этим работаю. Может быть, вы где-то не защищены, может быть, где-то у вас не сформировано отношение к себе. Может, где-то вы в себе не уверены, может, что-то для вас болезненно. Вот. И, соответственно, вот это нужно прорабатывать, чтобы это перестало быть болезненно. И, говоря прорабатывать, я имею в виду исследовать, изучать, осознавать, вот. Менять отношения к этому, раскрывать новые аспекты, вот. По-другому смотреть на эти вещи. То есть, это вот такой вот процесс психотерапии, да? Вот. А какого-то такого единого способа работать со страхами? Ну, нет. То есть, конечно, есть, но это больше про такие, знаете, во-первых, фобические истории, когда человек, например, там, не знаю, человек, к примеру, боится клоунов, да, вот он боится клоунов, и вот что ему, что делать, да? Вот. Или, там, не знаю, человек боится публичных выступлений, да? Вот. Но нужно понимать, что даже в страхе публичных выступлений есть свои, так сказать, нюансы, которые нужно исследовать, прежде чем давать рекомендации. Вот. Практически. А здесь вы даже толком-то и не раскрываете, чего именно вы боитесь и что именно вас беспокоит. Вы вообще слово страх используете только в одном предложении один раз. Но чего вы боитесь конкретно, что вызывает у вас страх, непонятно. И, наверное, вы даже не понимаете сами, чего вас беспокоит и что вас тревожит. Мне нам кажется, что здесь, я вам, конечно, дам практическую рекомендацию, но, поверьте, будет она абсолютно бесполезной. Вот. И дам я ее, наверное, в конце, чтобы совсем слишком не позориться. А, может быть, забуду. Так, знаете, полуспециально. Мне кажется, что боитесь вы в большей степени, во-первых, сближения, вот. И, во-вторых, что называется, возможности удовлетворения своих потребностей. Еще, может быть, вариант, что вы боитесь страха быть отверженной. Вот. Вот такая история. Быть брошенной, отверженной. Надежда, грубо говоря, вот. Надежда у людей порождает тревогу. Надежда, понимаете? То есть, ну, вот, знаете, яркий пример, вот, из Робинзона Круза. Вот Робинзон Круза, он, когда жил в, жил на острове, он, там, какое-то время, там, пробовал, он, там, обжился, у него, там, ему, там, было уже неплохо, вот. Или, вот, если смотрели, эээ, Сериал Лост. Вот, они, люди там жили, да, наверное, это будет, такой, более приближенный пример. Люди там жили, эээ, на, на острове. И, в общем, какое-то время они, при этом, неплохо жили, неплохо жили. Эээ, ну, понятно, что им было не очень хорошо, но, в целом, они там, как-то, вот, обжились, да. Вот, из какой-то комфорта, эээ, у них появился. И, дальше летит самолет, к примеру. Летит самолет, люди видят, но я не помню, люди были в Лосте самолет, а вот, в Робинзоне Круза, по-моему, что-то такое было. Вот, летит самолет, и, соответственно, а, да, и в Лосте тоже, тоже бывает история. Там развели костер, попытались как-то привлечь внимание от самолета, а он не увидел, да, или вертолет, ну, не увидел просто. И вот, в тот момент, когда у людей появилась надежда, они начали испытывать очень сильные эмоции, в том числе и страхи, и все, страх по самолету летит. Хотя, по большому счету, они уже научились, более-менее, жить в этих условиях. Ну вот, и тот самый известный, у вас появляется надежда, у людей в данном случае была надежда на спасение, какая у вас надежда, на что у вас надежда, большой вопрос. Но очевидно, что ключ к разгадке кроется в симпатии, в вашей природе симпатии, которую вы испытываете к молодому человеку. Вот это вот и есть, собственно говоря, ключ к разгадке, если вы разберетесь с тем, что составляет, что составляет из себя, ваша симпатия к молодому человеку, и насколько много там желания сделать что-то для человека, и желания получить что-то для себя, вот. Если получить что-то для себя, то чего именно получить для себя, и что, например, для вас значит отсутствие удовлетворения этого желания? Ну, это вот вопрос, который нужно рассматривать. На мой взгляд, вот такая симпатия, когда человек не хочет получить что-то для себя, а хочет, к примеру, столько отдать, ну, она не вызывает тревоги. А в вашем случае, мне кажется, именно надежда, именно какая-то потребность, именно страх эту потребность удовлетворить, и возможность изменения отношения к самой себе в результате неудачи, вот, по реализации вот этих потребностей, вызывает у вас, собственно, страх. То есть, вообще-то говоря, страх, он, если мы не берем в расчет, мы не берем, если в расчет, ну, физическую какую-то угрозу, да, откровенно, какие-то вот, ну, вредные психические угрозы, психологические угрозы, то страх, тревожность возникает тогда, когда у человека появляется возможность и перемены отношения к самому себе, изменение представления о самом себе. То есть, когда нарушается его, вот, то, что на бытовом языке называют душевным равновесием, да, вот. И вот в каком случае нарушается душевное равновесие, например, появлением человеку, который нравится, ну, соответственно, каким-то, вот, очень значимым для человека желанием, да, очень значимым для человека потребностью. То есть, эта потребность, она с появлением симпатичного человека пробуждается и начинает о себе заявлять. А человек, как бы, вот знает, что мало того, что он способен ее удовлетворить, по его мнению, эта потребность удовлетворяется только в партнерство с кем-то, так еще и неудача в удовлетворении потребности влечет за собой негативное восприятие самого себя, вот. Ну, и, естественно, отсюда возникает неопределенность и на некоторую степень зависимость, и в итоге, в итоге тревога и страх, потому что, как бы, подсознанию не нравится, что, вот, оно такое, знаете, становится зависимым от, там, поведения не всегда знакомого и даже близкого человека. Поэтому здесь вот ключ к раскатке кроется именно в природе вашей попредственности. Именно в природе вашей симпатии, простите, не попредственности, а симпатии. Вот. Что касается, что касается того, из-за проблемы из детства, это, конечно, глубоко копнули. Можно сказать, что все проблемы из детства, вообще у всех людей, все проблемы из детства. Понимаете, в детстве человек наиболее, так, уязвимый, и у него наибольшее количество импринтов именно в детстве было. Вот. То есть, то, что вы сказали, то все проблемы из детства, но это, по сути, означает, что вы ничего не сказали. Вот. Важно ведь не то, что проблемы из детства, а то какие проблемы будут. Например, вы сказали, что избегаете отношений. Если вы избегаете отношений, значит, да, вы не умеете их строить. В, вы боитесь близости. В, вы боитесь боли, аж видно. А боль, как известно, потенциал для личностного роста. Соответственно, вы боитесь личностного роста. Если вы боитесь личного роста, значит вы боитесь выходить из зоны комфорта своей, условно говоря. И вот, как бы, такая вот психологическая картина, картинка уже вырисовывается. Но вы можете быть с ней согласны, а можете сказать, что нет, на самом деле всё не так, это всё не правда, у меня вообще всё по-другому совсем, и как бы идти дальше. Но у вас очень мало информации, на самом деле, просто по проблеме. То, что у вас было несколько отношений, а её неудачные они все, да и эти отношения не похожи на какие-то очень удачные, то это сценарное поведение. Вот сценарное поведение, оно действительно родом из детства, и на него обратить внимание очень важно, потому что совершенно очевидно, что вы снова и снова представляете какие-то ошибки свои в отношении к мужчинам, вот. И это не просто так, это не просто так. Ошибки, которые вы делаете, они не случайны, они для того, чтобы подтвердить ваше представление о себе. То есть, если, например, человек, вот он считает, где-то в глубине души, он считает, что он, там, неудачный, да, там, недостойный отношений, недостойный любви, то он будет делать всё для того, чтобы подтверждаться, подтверждать себе это, то, недостойное любви. И как раз, когда, когда такой человек приходит к, вот, к какому-то результату, да, негативному, он будет, он будет просто подумать, ага, ну я так и думал. То есть, вот подтверждение произошло. Но только это подтверждение, оно имеет природу исключительно чужеродную. То есть, это не вы себе так думаете, а думаете кто-то, вот, кто-то из ваших родительских, либо просто значимых фигур. Вот. Поэтому здесь анализ поведения, анализ ваших отношений и что вы делали не так, что получалось, что не получалось, какой опыт и прочее. Если вы отношений избегаете, то это совершенно отчётливо свидетельствует о том, что опыта вы не извлекли никакого из тех ошибок и неудач, которые у вас были. Вот. И если вы отношений избегаете, но при этом вам нравится мужчина, вот, то мужчина здесь выступает как своего рода такой, знаете, с одной стороны спаситель, который должен вас спасти из того не очень хорошего положения, в котором вы оказались, с другой стороны спаситель, на который вы должны опереться и компенсировать себе в себе этот негатив, который у вас скопился из-за неудачи в отношениях. Вот. Ну а детство, детство здесь выглядит как такое, знаете, мусорное ведро, в которое вы выкидываете свою ответственность за происходящее. То есть это, ну я говорю, ничего не значит. Вот. Что касается, значит, что касается рекомендаций, практических рекомендаций по поводу того, как бороться за страх, да. Помимо того, что я сказал. Рекомендация такая, она очень простая, я приведу её на примере, на примере, допустим, той же, ну той же близости, да. Допустим, эмоциональной близости, не буду уж слишком абстрактным, то есть слишком абстрактный пример приводить. Предположим, человек боится близости, да, боится сближения с другим человеком. И вот он решает всё, я, вот как вы, избегаю отношений вообще любых, да, потому что я боюсь близости, всё. Вот. Но, даже иначе видно, что если вы не такой, как бы, асоциальный тип, вот, то отношения с людьми вам будет хотеться. И это нормально. Значит, вы станете, эээ, перед выбором. Или вы отношений избегаете, или вы всё-таки с кем-то сближаетесь, но есть риск того, что, эээ, ну, вы будете испытывать страх. Эээ, человек в данном случае, вот, в данном конкретном локальном случае испытывает страх от того, что у него нет ощущения контроля. То есть, ему кажется, что близость, это вот, эээ, что-то, эээ, эээ, это такой процесс, ээээ, запустив который, ну, всё дальше пойдёт вообще просто само по себе и повлиять уже не на что быть нельзя. На самом деле, это не так, и только вы, эээ, ответственны за то, эээ, насколько позволяет себе сблизиться человек. То есть, как близко вы готовы его подпустить. И ваша задача заключается в том, чтобы подпустить человека ровно настолько, чтобы это не вызывало вас тревог. Вот и всё. То есть, ваша задача найти такую форму взаимодействия с человеком, чтобы это не вызывало вас тревог. Эээ, речь идёт про близость. Про, вот, именно, про сближение. Эээ, ну, на всякий случай, я приведу вам гласительство, историю, классическую, можно сказать, херстоматию, например, эээ, работы со страхом непосредственно. Эээ, дело в том, что страх, эээ, вот, в классическом, классические, ээээ, учёные-психологи понимали, как исключительно, такую нерациональную, мистическую, ээээ, мысль. И работали с ней соответственно. То есть, основная идея была в том, чтобы рационализировать нерационально. Ээээ, ээээ, для этого делали следующее. Ээээ, если человек боялся, например, ээээ, тех же маски, ээээ, тех же масок клоунов, что человека помещали в комнату с маской клоуна, но при этом помещали его на максимальное удаление от этой маски клоуна. И, соответственно, фиксировали его уровень тревожности. Если уровень тревожности человека был небольшой, совсем небольшой, то есть, ну, вполне терпимо, да, то есть, как бы, не влияло ни на что, вообще ни на что, то это считалось нормой, и такого человека оставляли в комнате с этой маской клоуна на вот таком расстоянии, там, ну, на какое-то время, вот. И со временем тревога у человека исчезала совсем. Когда тревога исчезала совсем, человека приближали к маске клоуна на немного, чтобы опять уровень тревоги был увеличен ровно до высшего предела нормы. Вот. И опять оставляли человека вот в таком положении, до тех пор, пока тревога не уходила. И вот подобным образом человека подводили почти вплотную к маске, он, соответственно, не боялся. Понятно, что иногда у него случались откаты, иногда он начинал бояться сильнее, тогда все, как бы, сдвигали обратно на исходную позицию, но динамика наблюдалась, в принципе, позитивная по вот процессу, так сказать, рационализации нерационального. Вы можете делать так же. Я, правда, очень смутно представляю, как эта практическая рекомендация поможет вам в данной ситуации. Вы, наверное, сами чувствуете, что она, ну, довольно слабо подходит к вашей ситуации. Вот. Есть еще одна, есть еще один подход к работе со драком. Он заключается в том, что человек постоянно спрашивает себя, а случилось ли то, что, вот то, чего я боюсь, как бы проверяет, нет, не случилось, значит, можно жить дальше. Вот. Постоянно спрашивает себя, произошло ли то, что, может быть, то, чего вы боитесь. Но, опять же, здесь не очень понятно, чего именно вы боитесь, да. Вот. Это, опять же, работает в таком более конкретном случае страхов, когда люди четко знают, что вызывает у них страх. Вот. Пока вот история, она не очень жаль, что столь короткий вопрос вы задали, столь объемный, обширный, не привязанный практически ни к чему вопрос вы задали, еще хотите получить развернутый ответ на него, при том, что материал для анализа вы практически не дали, да. Ох, столь. Мне все-таки кажется, что, вот, знаете, ваша проблема, в том числе, заключается еще и в том, что вы хотите бороться со своими чувствами, подавлять их, но не изучать, не раскрывать, не исследовать, не научаться удовлетворять. И я уверен, что пока у вас такая позиция, вряд ли будет сколько-нибудь позитивная динамика в вашей психологической реальности. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Субтитры создавал DimaTorzok